Девушки отдыхают Спасибо, кто нашел в себе силы дожить до конца. Это означает, что мы точно от жанрового Голливуда и Болливуда перешли в жанр авторского кино, остались только избранные. И, соответственно, я буду рассказывать, иногда это будет с осмысленными выводами, про клиент-ориентированность и через призму очень драматичной истории «Уралвагонзавода». «Уралвагонзавод». 1971 год. Посмотрите на лицо этого человека. Тогда он выглядел не так, он был значительно моложе. Также молодым парнем он пришел на завод и на заводе работал как обыкновенный рабочий, потом как специалист. И с 1971 года до 1987 честно трудился в цехах. В 1987 году Поткин Владимир Иванович, вот это его удостоверение, официально стал главным конструктором «Уралвагонзавода». И главный конструктор на такого типа предприятия, это не просто человек, который отвечает за разработки. Надо говорить правду, на таких предприятиях главный конструктор главный. Это у него генеральный директор, находится скорее в подчинении, в исполнении. Все, что происходит с заводом, все, что происходит с людьми на заводе, определяет главный конструктор. В 1987 году Поткин Владимир Иванович стал главным конструктором. Дальше начался закат эпохи СССР. Это одна из самых больших катастроф 20 века. Прекращало существование Великой Империи. Уралвагонзавод практически. Но вы видите на фотографиях, это реальные архивные фото, практически превратился в руины. Денег не было, заказов не было, работы не было, все разрушалось, ничего не ремонтировалось, ничего нового не покупалось. И на беду завода, до него докатились волны перестройки, 90-е годы. Завод начал на полном серьезе. Ну, завод это как совокупность всех людей, кто там работал, и тех, кто принимал решения, и тех, кто был готов нести бремя этого решения. На заводе очень много говорили, и почти это свершилось. Говорили о том, что надо перейти на производство, а, гражданской, б, высоковостребованной продукции. Ну, вы знаете, да, завод по производству медных тазиков накрылся готовой продукцией. То есть, вот, они собирались выпускать тазики, кастрюли, уралвагонзавод, сковородки. И в один из памятных дней, на волне массовой демократии и увлеченности общими собраниями, на которые приходили все сотрудники завода, когда наступил тот самый переломный момент, давайте делать тазики, а Поткин Владимир Иванович, до этого не присутствующий, ну, где-то отсюда вышел, очень скромно вышел на сцену, и сказал присутствующим, уже очень разгоряченным, уже практически живущим в будущем, где они делают высоко востребованные тазики. Очень тихо и спокойно, ну, скорее всего, с применением нормативной лексики, потому что все свидетели говорят, что он, ну, он на заводе всю жизнь, все свидетели говорят о том, что за словом в карман он не лез, и слово это чаще всего было матерное. Он вышел и сказал, если вы собираетесь выпускать гражданскую продукцию, ищите, пожалуйста, себе другого конструктора. Ну, развернулся и ушел. После того, как он произнес эту фразу, дискуссия остановилась, как говорят очевидцы, вообще даже вслух никто больше ничего не сказал. Люди потихонечку стали выходить из зала, и все разошлись. И именно в этот момент, ну, вот в этой странной паузе, на волне перестройки, демократии, было принято решение, еще не озвученное, мы будем строить, продолжать наш русский танк. Ну, тогда у него было название Т-90. И, поскольку решение было принято, а цеха вы видели, разруха, Поткин Владимир Иванович, как управленец и руководитель, сделал несколько вещей. Первое. Он создал неформальный совет директоров предприятий, отрасли, связанных друг с другом, такой бизнес-кластер, связанных друг с другом, едиными циклами. 360 предприятий, ну, вы знаете, что на заводе «Адоро рабочее место» еще создает несколько рабочих мест. Больше 300 предприятий, неформальный совет директоров этих предприятий, где они помогали друг другу правдами, неправдами, выбивали заказы, любые, пилили эти заказы хоть как-то, чтобы хоть как-то нагрузить мощности, чтобы иметь возможность людям хоть какие-то деньги заплатить. Такое безумие. Это принцип Демидова, наш отечественный принцип, суть которого заключается в том, что буквально, если нет никакого госрегулирования, ты берешь ответственность на себя и сам начинаешь регулировать свою отрасль. Был создан совет директоров, они принимали совместные решения, и Поткин Владимир Иванович, несмотря на отсутствие денег, ресурсов и заказов, в виде приказа оформил два решения. Первое. Мы будем делать танк. И второе. Как бы нам не было тяжело, мы не уволим ни одного инженера, мы не уволим ни одного конструктора. Потому что костяк, ну сейчас бы сказали бизнеса, костяк нашего бизнеса, это интеллектуальная инженерная элита. Мы не можем ею рисковать. Это начало истории. Что для нас это часть истории? Я пришел сюда не один, со мной коллега, соратник, и для меня, к большому счастью, моя супруга Ирина. И я подарки принес. Это плакаты по клиент-ориентированности, собственного изготовления. Мне очень хочется их раздать. И хочется раздать их, ну не абы как, а осмысленно. Поэтому первая провокация, их будет несколько. Вот мне нужен один доброволец, который готов выйти ко мне на сцену и подвергнутся концентрированной дозе неопределенности, неизвестности и стресса. Как вас зовут? Светлана. Заслуженные аплодисменты. Здравствуйте. Вот, собственно говоря, это было все испытание, потому что для большинства людей выйти на сцену, это самое страшное, что может с ними произойти, потому что на сцене, как правило, они уже ничего не помнят, а потом только не помнят, что меня вынесли со сцены, все было хорошо. Кричали женщины, ура, и воздух чепочки бросали. Поэтому задание выполнено, Светлана. Так неинтересно. Будет еще. Спасибо. Я могу уходить? Да, можно подойти к моей коллеге и получить заслуженный приз. Я готова этот приз подарить кому-то из наших гостей сегодня. Так, вступайте в конструктивный сговор со Светланой. Вот у Светланы скоро в руках, как кажется, два гиперболоида. Вот их можно как-то у Светланы забрать. Прошу, Светлана. Спасибо. Вам спасибо. Итак, если переводить эту драматическую историю на современный язык, то есть с русского на русский управленческий, у нас получается с вами несколько выводов и несколько тезисов. Первый. Если я не знаю, что происходит на рынке, а сейчас большинство рынок уходит в категорию «Черного лебедя», вообще никто ни черта не понимает, что там происходит, у меня есть единственный шанс продолжать оставаться на этом рынке адекватным и зарабатывать свои деньги. Это дело «Шаг навстречу к дискомфорту». То, что блестяще продемонстрировала Светлана. Неизвестно, что происходит, неизвестно, куда зовут, но я встану, выйду и посмотрю. Ну, не больно и выгодно. Шаг навстречу к дискомфорту с точки зрения клиент-ориентированности, это когда, если я потерял свои ориентиры в бизнесе, как его развивать, или я просто хочу больше денег, у меня есть единственный шаг, шаг вперед, и как можно лучше узнать, чего на самом деле хочет клиент. В сороковых годах прошлого века американская компания по производству вентиляторов совершила по меркам этой компании беспрецедентный прорыв. Они сделали бесшумный вентилятор. Он такой крутится, в воздух идет, шума нет. Они уже нарисовали оптимистичный график прибыли, как они порвут весь рынок на резинке для денег. Они уже там все себе придумали, уже все распланировали. Рекламная компания, выпустили вентиляторы, бросили их на рынок. Продаж нет. И как гласит история, один из руководителей компании не поленился. Он пошел по близлежащей одноэтажной Америке, на эти коттеджные городки, и он делал очень странную и тем не менее следующую вещь. Он звонил, стучал там в квартиры, открывали, как правило, домохозяйки. Ну а вы знаете, что мир экономически давно уже принадлежит женщинам, и большую часть решений о покупке чего-либо принимают женщины. Ну тогда вообще про это было не очень даже принято думать. Поэтому по тем меркам шаг был беспрецедентный, это был мужественный поступок. Он здоровался с домохозяйками и задавал им разные дурацкие вопросы примерно следующего содержания. Вот вентилятор, вот что вы про него думаете? Вот а как вы относитесь к вентилятору? Как часто вам сядутся сны про вентиляторы? В общем, задавал дурацкие вопросы и где-то в какой-то раз, в какой-то двери, в какой-то квартире, в каком-то доме какая-то домохозяйка произнесла ключевую фразу, которая позволила компании заработать свои деньги на своем вентиляторе. Она сказала, ну, вентилятор это же мотор, если мотор не шумит, значит это слабый мотор, значит это слабый вентилятор, а зачем мне слабый вентилятор? Вот, вентилятор должен шуметь. И компания похоронила свою разработку бесшумного вентилятора, потому что домохозяйкам бесшумные вентиляторы не нужны. Их психология восприятия говорит о том, что эта зараза должна шуметь. Ну, и вы знаете, что банкоматы, ну, в частности для меня Сбербанка, могут работать значительно быстрее, выдавая вам деньги, но они специально выдают их медленно. Потому что, когда они выдавали их очень быстро, люди не очень ухотно ими пользовались. Потому что, если ты работаешь целый месяц и пришел к банкомату получить свои кровные, а он тебе как-то очень быстро отчитал твои кровные, наверное, он где-то ошибся. Поэтому пусть за раз несколько секунд считает дольше, но мне так спокойней. Я месяц работал, минутку я подожду. Итак, клиент-ориентированный, клиент-это единственный источник дохода, про него надо что-то знать. Наверное, у Поткина Владимира Ивановича был действительно выбор, и многие этот выбор сделали в то время, переквалифицироваться, переустроить компанию и спокойно зарабатывать свои честные коммерческие деньги в новой экономике. И когда я попадаю в ситуацию, а это любая ситуация кризиса, когда я попадаю в ситуацию кризиса, никто не знает, что делать, никто не знает ответа. Единственный ориентир, который может работать, это то, что пафосно принято называть ценностями, при этом они все равно работают, как бы пафосно это ни звучало, это миссия, миссия, как ответ на вопрос, каким конкретно образом и способом я собираюсь зарабатывать свои деньги. Потому что, если бы дело было только в деньгах, то мы бы давно уже зарабатывали на оружии, на порнографии. Но, тем не менее, мы продолжаем делать свое дело, потому что способ как тоже имеет значение. Такая, для меня оригинальная мысль, может быть крамольная, некоторое время назад в наше время, наша история, современная одна из английских пассажирских авиакомпаний решила выделиться на рынке и предоставить клиентам беспрецедентный сервис. Они попробовали это делать разными способами, у них ничего не получилось. Теперь расскажу, что они сделали и в итоге получилось. Они подали объявление, требуются стюардессы и стюарды, и на собеседование при устройстве на работу приглашали группы где-то по 20 человек. 20 человек сидя в одном помещении, дальше действовали по инструкции ведущего такого, как я, а вдоль стен сидели очень серьезные люди в очках, которые все придирчиво записывали, иногда это снимали на камеру. Ну, такая жуть, да, вот я в помещении, за мной смотрят, что-то пишут. Инструкция для этих 20 была простая. Каждому из вас нужно будет выйти вот сюда на пятачок, лобное место в аудитории и буквально в течение одной минуты рассказать про себя. Все. Что, как, какая глубина, там, откровенности, все на ваше усмотрение. Минута здесь. И они выходили, выступали, это растягивалось на час, а люди в очках вдоль стен все писали, такое напряжение такое возрастало. Вот. Потом некоторых из них брали на работу, чтобы обеспечить компании беспрецедентный сервис. Ну, для меня неожиданно то, кого именно брали. Механизм был следующий. То, как выступает человек, не имело значения. Наблюдатели на самом деле только делали вид, а сами отслеживали не то, как люди выступают, а то, как люди себя ведут, когда они в зале и выступают другие. И они делали пометочки напротив тех претендентов, которые, которые, обратите внимание, зная, что в таких тревожных стрессовых условиях вопрос про работу и они смотрят, мне через некоторое время нужно выйти и что-то складно про себя рассказать. С одной стороны, это должно быть искренне, с другой стороны, не собирайся, рассказывать все про себя, что-то незнакомые люди. То есть, это непростая такая история придумать выступление на минуту и рассказать. И вот вместо того, чтобы готовиться писать, записывать и там что-то прокручивать в голове, некоторые, не все, в этой группе из 20 человек вели себя странным образом. Они смотрели на те, кто выступает, смеялись удачным шуткам, кивали, когда то, что рассказывают, находило у них ход клик, были наклонены вперед и не теряли пресловутого контакта глаза с закладчиками. Им все равно, как они выглядят, когда выйдут сюда. Им другие люди по какой-то причине интересны. И, значит, этим людям не нужно будет потом жестко ставить стандарты сервиса «Улыбайся». И вот они улыбаются. тепло от этого внутренне не становится. А это натура людей. И другие люди настолько интересны, что они без всяких стандартов будут сервисными. Они будут клиент-ориентированы, у них природа такая. И когда он будет идти в самолете, а ты у него попросишь третий стаканчик томатного сока, он тебе не скажет, кончился томатный сок. Ну и в крайнем случае он поправит тебе одеялко, не потому что это стандарт, у него природа такая. Поэтому команда Поткина выжила и внешняя клиент-ориентированность с моей точки зрения невозможна без внутренней и вот эта циничная мысль долой индивидуальную клиент-ориентированность. Индивидуальная клиент-ориентированность, когда у нас в компании работает настолько обалденный менеджер, настолько обалденный продавец, настолько обалденный аккаунт, что клиенты так к нему привязываются, что когда он уходит из компании, эти клиенты уходят вместе с ним. И не потому что он такой и их позвал, а вот им важно с ним работать и все равно с какой компанией. Потому что он для них стал окном и лучшим менеджером по их проблемам и потребностям. Поэтому индивидуальная клиент-ориентированность, Она вредна для компании. Клиент-ориентированность – это системное свойство, которым должна обладать вся компания. Ну, потому что в противном случае клиенты будут уходить вместе с ним, а все остальные сотрудники на его фоне будут выглядеть очень блекло. Это не тот имидж, который нам нужен. Итак, у нас есть клиент-ориентированность, и она живет в зазоре между стратегией компаний, что мы собираемся делать, как мы собираемся развиваться, и той самой ценностной, ценностным ориентиром, миссией, как конкретно мы собираемся зарабатывать деньги. Деньги на самом деле пахнут. Вот чем эти деньги будут пахнуть для нас? Мы живем между стратегией и между миссией. И это определяет тот характер клиент-ориентированности, который мы будем строить в своей компании. И слава богу, они будут разные, в разных компаниях. Внешняя и внутренняя. Внешняя клиент-ориентированность без внутренней не развивается. Если внутри появляется клиент-ориентированность, она всегда материализуется снаружи. Вот все. Наберите правильных людей в большом количестве, и на борту самолета все будет более-менее благополучно. С точки зрения сервиса. Итак, Уралвагонзавод. В 1998 год завод дошел до края. Завод градообразующий. Весь город дошел до края. Денег в городе не было. Работы на заводе не было. И Поткин Владимир Иванович понимал, что единственный шанс это получить большой заказ, который всех прокормит и спасет завод. И в 1998 году он поехал в Индию с группой своих коллег. Они провели переговоры, которые закончились следующим. Индицы сказали, у вас интересная разработка, Т-90, мы готовы купить. Ну, танк по одному не покупают. Да, мы готовы купить партию. Но только вам нужно поменять систему наведения, вам нужно поменять систему огня, вам нужно поменять ходовую часть, вам нужно поменять рабочее место танкиста. И выкатили длиннющий список требований. Ну, то, что сейчас называется ТЗ. То, что просили индийцы, сделать было невозможно. То, что просили индийцы, сделать можно было лет за пять, за шесть. Если работать очень-очень много. А индийцы сказали, у вас шесть месяцев. Через шесть месяцев вы привозите нам три работающих образца, три работающих прототипа по нашему ТЗ. Мы их испытаем, ну, в пустыне Тар, я потом расскажу, как проходили испытания. Если они пройдут испытания, мы сделаем большой госзаказ. И тогда выживет завод, выживет русский танк, весь город будет кушать. Ну, хотя бы три раза в день. Это невозможно. Но Подкин взял этот заказ. Они сделали за шесть месяцев три танка, причем некоторые детали танка, цикл производства был три месяца. То есть, если мы делаем хотя бы одну бракованную деталь, мы уже не успеваем сделать вторую небракованную. То, что в нормальных условиях уходит лет пять, команда Подкина сделала за шесть месяцев. Есть такая легенда. И я вроде докопался до какого-то внушающего доверия источника, но тоже не уверен, что это оригинал. Поэтому просто история. Когда одна из американских крупных компаний, по одной из версий компании IBM, наконец-то сделала свой, помните, ценностный выбор. Они решили переквалифицироваться в производство больших суперкомпьютеров и в консалтинг по их обслуживанию. Они начали искать на аутсорсе производителей, самых разных и всяких. Безусловно, их взгляд пал на Японию, где к тому времени были уже обалденные традиции качественного производства. Бережливое производство, 5С, бесконечное совершенствование. И они с одной из японских компаний договорились, что именно эта компания, возможно, это тендер, это конкурс, как получится, возможно, будет разрабатывать одну из позиций, ну там будет разрабатывать конкретный какой-то чип. По условиям договора, по условиям тендера нужно было организовать пробное производство, и это пробное производство должно было выпустить партию миллион штук чипов, чтобы можно было посмотреть на уровень качества на этой большой партии. И, как говорит легенда, там была такая замечательная строчка, на партию в миллион чипов должно быть не больше 600 бракованных. Ну так, это высокий уровень качества. Это требования клиентов. Требования компании к самой себе. Помните, внутренние и внешние друг без друга не могут быть, внешние развиваются только через внутреннюю. Конец истории, почему она стала легендой. И даже если это неправда, такую историю надо было выдумать. Когда самураи уже с ковбоями заключали соглашение, да, мы будем работать, вы наши производители, вы наши поставщики, пили шампанское из красивых фужеров на совместном фуршете, посвященному этому контракту. Один из японских самураев позволил себе подойти к высокопоставленному топ-менеджеру компании IBM и отработать следующий спич. Спасибо большое за оказанную честь. Работать с вами это очень достойно. Правда, наши инженера очень долго думали, зачем вам бракованные чипы, да еще 600 штук. Мы их на всякий случай выпустили дополнительной партией и тоже привезли. Есть такое понятие, кессонная болезнь. Водолазов нельзя резко доставать с глубины, потому что они сейчас в другом давлении, резкий перепад, там просто лопается все это внутри. Если давление внутри компании больше, чем давление снаружи, то есть требования к работе самих себе, к работе коллег, других подразделений и так далее, значительно выше, чем требования клиентов нам, то давление внутри компании больше, компания расширяется, она может позволить себе экспансию, она может позволить себе захваты рынка. Если давление внутри ниже, компания склопывается. Ну, простая физика. Поэтому, если даже во внутренней переписке, это маленькая зарисовка, поэтому, если даже во внутренней переписке мы к качеству написания делового письма предъявляем требования вежливости, корректности и того, чему нас учат на тренингах, делового взаимодействия или продаж, то снаружи-то это будет автоматом. Потому что смехом, но если наши менеджеры в офисе ругаются, рано или поздно они это сделают вслух клиенту. Ну, такое бывало много раз. Клиенториентированность, возможно, в непростых тисках между молотом и наковальней, того, что от нас требует клиент и того уровня требований, которые мы сами готовы предъявить себе. И развитие внутренней клиенториентированности, когда мы к себе жестче, чем мир к нам, ну, дает автоматически развитие внешней клиенториентированности. 1999 год, в 98-м был заказ, прошло 6 месяцев. 13 мая. 13 мая 1999 года, ровно через 6 месяцев, три танка были готовы. Они стояли на погрузке в самолет. Они готовы были лететь в Индию, чтобы пройти испытания. 13 мая до обеда секретарша Поткина Владимира Ивановича зашла в его кабинет и обнаружила, что он умер. Он умер на рабочем месте, в кабинете, за рабочим столом. В день отгрузки танков. Вы видели подпись, его представили к награде. Это единственная награда, которую он получил, получил посмертно. При жизни у него была возможность получить два десятка государственных наград. Он каждый раз вычеркивал себя из списка и вписывал кого-то другого, достойного из своей команды. Единственная награда, которую он принял, он принял только потому, что не смог от нее отказаться. Танки загрузили самолеты. Они полетели в Индию. Город провожал главного конструктора. Сейчас вы увидите видео. Это единственное видео, где мы видим видеозапись живого Поткина. Больше видео нет. Есть только фотография. Один раз объясняет, второй раз объясняет. Ноль внимания. Он понимает, что индусам нужно что-то другое. Все. Когда у людей нет работы, когда нечего кушать, бытие определяет сознание, очень хочется выпускать тазики. И не очень много людей, чье сознание определяет бытие. Но Поткин Владимир Иванович был тем человеком, у которого один из законов диалектики работал в другую сторону. И то, что я успел вам про него рассказать, он не лез за словом в карман. Правда, оно было матерное. Он не принял ни одной награды. Всегда вписывал кого-то из своих. Был очень скромен, аскетичен в быту. При этом работал так, что в день отгрузки танков сердце не выдержало, хотя ему об этом очень давно говорили. Как только он понял, что главный дедлайн, главный Рубикон пройден, русский танк Т-90 готов, ну вот его запас жизни кончился. Когда индийцы об этом узнали, они предложили назвать танк Владимир. Ну, в итоге танк получил название Т-90С, ну, модификация. Культура партнерства это когда каждый сотрудник четко знает, благодаря какому другому сотруднику своей родной компании он получает деньги. То есть, кто его внутренний клиент, на кого я работаю, а не просто сижу на попе ровной и от звонка до звонка, тогда есть шанс, что ролевая модель лидера станет не только примером, а еще и ценностным рассолом, который припитает всех сотрудников этой компании и появится культура внутреннего партнерства. Если говорить современным бизнес-языком, наверняка многие из вас читали замечательную книгу, я радостно ее даже перечитывал. Она читается легко за 4 часа. Клаус Кобилл «Мотивация в стиле экшн». Это человек, который в 2000-х годах построил сеть отелей, в которых прибыль на одного сотрудника была самой высокой в отрасли. То есть, он беспрецедентно много зарабатывал на одного сотрудника. И в этой книге очень потрясающе описано. Он сам писал книгу, сам. Поэтому она не очень складная, но очень душевная. Там очень хорошо описано, как он это делал. Там есть одна примечательная история про внутреннее партнерство. У него специфические отели. Это отели, в которые приезжает разная профессура, разные гуру, разные гуру. И работают с группами, здесь же живут. Ну, такой отель для проживания и для бизнеса. И когда один из именитых гуру и профессоров обратился к хозяину этой сети отелей, к Клаусу Кобьеллу, дальше цитата. Клаус. Поговори, пожалуйста, с консьержкой на нашем этаже. А что не так? Ну, Клаус, ты взрослый мужчина. Ты знаешь, о чем я говорю. Нет, прости, не знаю. Что не так? Ну, Клаус. Наша консьержка – это 105 килограммов молодого, упругого, женского тела, которое оно, она, которое она помещает в шортики, в обтяжку и в топик без лифчика. Нет, я не против. Это потрясающие эстетичности зрелища. Ну, когда она приносит нам минеральную воду в группу, а у меня идет семинар попить, или приносит ручки, или что-то еще, я после этого группу полчаса собрать не могу, я не могу вести семинар. Группа отвлекается. Клаус, поговори, пожалуйста, с ней, пусть она оденется по-другому. На что Клаус ответил, это тоже цитата, мне очень жаль, что так получилось. Я готов оплатить полностью ваш переезд и переезд всей вашей группы в любой другой отель на выбор. Оплачу переезд и ваше благополучное проживание и окончание вашего семинара. Но это та самая консьержка, она будет одеваться так, как она хочет, потому что у меня такие правила. Точка. И еще у нее очень много правил, почитайте книгу, она обалденная. Все, включая техничек, в его отелях должны кушать по первому разряду в ресторане, потому что если вдруг клиент, идя по коридору, спросит, а что сегодня дают, даже техничка должна ответить, сегодня черепаховый суп, он обалденный. Она сама ела, пробовала. Вот у нее много таких правил про внутреннее партнерство. Он очень партнерски относится к своим людям. И был долгое время феномен, когда люди говорили, я работал у Клауса Кобьела, и брали на работу в отельный бизнес без каких-либо других рекомендаций. То есть школа Клауса Кобьела была лучшей рекомендацией, лучшей всяких официальных дипломов. Вот такая внутренняя культура партнерства. И несмотря на то, что это очень разные люди, и Клаус Кобьел, и Поткин Владимир Иванович, это очень волевые люди, которые беспрецедентно доводят до конца то, что они задумали. У меня есть еще одно предложение, еще одного очень некрасивого, бесчеловечного, ну я предупреждаю, очень некрасивого, бесчеловечного эксперимента, вне зависимости от исхода которого человек получит, ну теперь вы знаете что, призы, мне нужен один доброволец. Как-то странная замена, прошу. Оля! Оля, я сейчас попрошу кое-что сделать, ладно? Вот сюда нужно отойти, любую руку, левую или правую, поднять вверх, вот она вот, отлично, правая рука, и вот просто вот так ее держать. Поскольку воля проявляется только в одной ситуации, в ситуации полной рациональности и бессмысленности, ну то есть я не могу найти ни одной причины, чтобы это делать, это надо сделать. Вот это вот, через не хочу, через... В общем, Оля, я прошу держать руку наверху, пока вы не устанете, когда устанете, крикните мне, дайте знать, начнется вторая часть эксперимента. Итак, упражнение, обладающее повышенной степенью бессмысленности, и поэтому только в этом упражнении может проявиться настоящая воля. Остальное мотивация. Продолжаем. Три танка прибыли в Индию. Они прибыли в Индию в мае, в разгар сезона жары, и было принято решение, что испытания будут проходить в пустыне Тар. Это одна из самых жарких, недоброжелательных к человеку, тем более к технике пустынь в Индии. Так, и еще держим одну минуту, потому что вот до этого была только разминка, воля начинается тогда, когда я делаю бессмысленную деятельность и уже устал. Еще минуту. Ирина, я прошу засять время и дать мне знать. В пустыне Тар в этот момент была температура плюс 50. Русские ребята, которые были с танками, ради хохмы жарили яичницу на броне. И случайно прикоснувшись к ней, можно было получить серьезный ожог. Индийцы придумали зачетную систему. Три. Если танк не проходит какое-либо испытание, галочка, если он не проходит три испытания, все. Мы отказываемся от контракта. То есть всего три провала. А испытания были очень разные. Стрелять на ходу, прыгать, взбираться на бархан. Когда один из танков не мог подняться на бархан, у которого угол был больше, чем 45 градусов, а это вообще без прецедента для любого танка, для любой техники, пилот, танкист понимал, что это не зачет и много рисков, он спустился с бархана. Аплодисменты! И за проявление воли, Оля, все, можно опустить. Я не хочу, уже так привычно. Можно подойти к Ирине, получить свои честно заработанные призы. Если бы все руководители обладали таким волевым потенциалом. Он спустился с бархана, развернулся и задней передачей заехал на бархан. И когда эксперт с индийской стороны в чек-листе ставил галочку, ну, задание пройдено, задача, он еще отдельно поблагодарил русских представителей, русскую команду за ноу-хау. Им в голову не приходило, что на бархан можно забираться попочкой. Ну, то есть и ноу-хау, и пройденное испытание. За время испытаний в пустыне Тар три танка прошли две тысячи километров. Одно из испытаний заключалось в том, что два человека на этой жаре, члены экипажа танка, должны были поменять двигатель сами. И они его поменяли за восемь часов. Танк ремонтно пригоден. А дальше произошло непредвиденное. Синг, бригадный генерал и военный атташе в России с Путиным. Индийцы сказали, они восхищены, что все было сделано за шесть месяцев. Они восхищены тем, что танки честно прошли испытания. Ни в чьих интересах не было подсуживать или играть грязно. Более того, они восхищены тем, что они видели лучший танк в мире. Посмотрите, пожалуйста, почему. Но если для неискушенных зрителей эффектный прыжок Т-90 с трамплина лишь захватывающее зрелище, то для специалиста это оценка надежности машины. Многие пробовали так делать. Водитель ломает позвоночник. Танк Т-90С, единственный танк в мире, где можно вытворять вот такие вещи и дальше сохранять боеспособность, потому что все сконструировано таким образом, что не только не ломается позвоночник, травм никаких нету. Это единственный танк, который так умеет. И в конце индейцы сказали, все хорошо, все хорошо. Маленький такой нюанс. Танки у них долгий срок службы. Они живут 15-20 лет. Его нужно обслуживать. Нужны запчасти. Нужен сервис. Нужны своевременные модификации, потому что оптика, военная мысль на месте не стоит. Танк нужно постоянно модифицировать, чтобы он сохранял свою актуальность и модерновость. Мы не можем подписать с вами контракт, потому что ваш завод на Ладан дышит. Кроме нас у вас никого нет. И мы не уверены, что завод продержится 20-25 лет. И в 2000 году господин Путин подписал указ о том, что завод Уралвагон будет жить при любом раскладе. Гарантировал своей властью сохранность этого завода. И индийцы подписали контракт. Завод начал восстанавливаться, город начал работать, люди стали жить. Индивидуальная клиент-ориентированность вредна. Настоящая клиент-ориентированность это системное свойство компании. Мы так дышим. И мы внутри настолько профессиональны, что со стороны это воспринимается как запредельная клиент-ориентированность. А для этого нужно развивать бизнес-процессы. И есть только два инструмента по опыту компании, которые прошли этот непростой путь, и отечественные, и зарубежные, которые позволяют добиться клиент-ориентированных подвигов. Развитие клиент-ориентированности от минимальной до средней возможно только через патологическое удовлетворение потребностей клиента, а для этого выстраивание потрясающей системы обратной связи. Мы должны слышать, что говорит наш клиент. Если вы знаете, сколько у вас типичных рекламаций на ваш продукт или на вашу услугу, галочка, если вы их знаете наизусть, вторая, если они уже полгода как одни и те же, прочерк, рекламация – это крик, это боль души, это то, чего клиенту не хватает. И если мы делаем так, что наши рекламации меняются, и со временем, хотя бы за полгода или за год, их становится меньше, и самое главное, характер рекламации становится другим, это означает, что путь от минимальной клиент-ориентированности до хотя бы средней вы проходите или прошли успешно. А вот следующая часть развития клиент-ориентированности от средней по рынку до беспрецедентной, до той клиент-ориентированности, которая войдет в легенды, возможна уже без обратной связи с клиентом, возможно только через творческую работу с миссией и стратегией. Джеймсу, Кэмерону много раз в жизни, два раза точно говорили, Кэмерон, ты с дуба рухнул, ты собираешься снять фильм про катастрофу, в которой погибло 1800 человек. А, во-первых, батенька некрасиво кино про это снимать, во-вторых, его смотреть никто не будет. Ну и Кэмерон вкладывает свои деньги в производство Титаника. Фильм, который первый в книге рекордов Гиннесса, как фильм, собравший самую большую кассу. Второй фильм, от которого его тоже отговаривали, который собрал следующую кассу и побил рекорд Титаника, Аватар. Ну а потом его тоже побили. Но это уже другая история. Развитие бизнес-процессов как системного свойства компании для того, чтобы была внешняя клиент-ориентированность. И чем сердце успокоилось, что осталось за кадром. Индия подписала контракт, 310 танков было отгружено. Они и по сей день сопровождаются запчастями, сервисом, они модифицируются. С этим заказом все хорошо. После этого еще 3 страны подписали аналогичные контракты. Танк Т-90С самый продаваемый в мире. Это статистика. Он многими экспертами, за исключением американцев, считается лучшим танком в мире. И не только потому, что он летающий. Он действительно ремонтопригодный. Два человека за 8 часов поменяли двигатель сами. Самое главное, что произошло. 360 предприятий и отрасли начали жить и восстанавливаться. Поткин Владимир Иванович человек, благодаря которому мы сохранили за собой статус танковой державы. Мы сохранили целую отрасль и нам есть чем гордиться. Мы сохранили за собой отрасль и мы не последние игроки на рынке вооружений. За кадром осталось следующее. Во время Второй мировой войны Харьковский танковый завод попадая под наступление было принято решение Сталином что весь завод а мы тогда умели очень быстро все делать быстро эвакуировать целый завод вместе с людьми перебирается в Нижний Тагил на базу Уралвагонзавода и во время войны завод был перевезен со специалистами инженерами техниками сотрудниками кончилась война мы начали восстанавливаться и в 1050 году наше правительство приняло очередное решение что танковый завод из Нижнего Тагила с Уралвагонзавода нужно обратно вычленить и вернуть в Харьков его вычленили и вернули в Харьков вместе с главным конструктором на тот момент Морозовым я уже говорю что главный конструктор в этой истории главный главный разработчик то есть правительство дало практически преддверие космоса ощущение космоса правительство дало любые ресурсы и средства тогда великой империи на то чтобы Харьков построил лучший танк в мире они хотели сделать это за несколько лет наскоком сразу а Уралвагонзавод который теперь остался сиротой уехали лучшие инженерные конструкторские кадры увезли с собой оборудование увезли с собой документацию и еще больше 20 лет до того как на завод просто придет работать Поткин принял решение что они тоже будут делать танк в Харькове приняли решение что они будут делать танк революционно соберут лучшие умы лучшие решения много денег и склеют лучший танк Уралвагонзавод который тогда осиротел тоже сказал мы будем делать танк но мы пойдем другим путем денег у нас нет ресурсов у нас нет самых светлых голов в этой области у нас нет все уехали в Харьков мы будем делать следующее мы в действующей модели танка находим одну запчасть одну деталь которая с нашей точки зрения плохо работает дребезжит и вот мы делаем лучше потом смотрим на следующий узел который дребезжит после того как мы это сделали берем и делаем его лучше то есть мы будем делать танк потихонечку меняя плохое на хорошее это эволюционный путь первый путь собраться скинуться и сделать революционный второй эволюционный итог вы знаете Харьков не сделал танка Уралвагонзавод танк сделал поэтому про клиент ориентированность ну буквально так вот отсекая клиент ориентированность это не затея на один день это не затея как сильнее привязать к себе текущих клиентов это затея про будущее она должна иметь свое отражение в стратегии развития компании она должна иметь отражение в миссии а как мы с вами знаем миссия это красивый литературный ответ на вопрос рынку за счет чего мы будем на вас зарабатывать деньги и вы не будете против нашей компании вы ее не закроете и это одновременно ответ во внутрь компании сотрудникам а почему вы должны прилагать максимум своих талантов и усилий чтобы не просто делать свою работу за деньги а делать ровно столько насколько вы способны сейчас сделать то есть работать на пределе работать оптимально миссия как ценностный выбор отвечает на этот вопрос развитие клиент ориентированности это всегда постепенное эволюционное наращивание нескольких организационных потенциалов первое это приверженность миссии недавно мы с моей коллегой супругой соратником были в Белоруссии в компании комп это завод там внедрено 5С и когда собственником на протяжении двух недель я его расспрашивал мне рассказывал историю внедрения 5С то на седьмой год внедрения этой системы по сути когда она уже была внедрена и работала и это шикарно когда ты видишь что это возможно он мне сказал следующее знаешь вот уволилось два человека ну сопротивлялись все никто не хотел ну уволилось всего два человека один попросился потом обратно второй не захотел до сих пор ходит по Бресту и ругается приверженность миссия это когда мы набираем людей мы их воспитываем и у нас остаются только те люди которые на борту самолета будут думать не про то как на них сидит кофточка и юбка а будут думать о том может кому-то нужен томатный сок может кому-то пледик поправить или подушку дать это управленческая воля в центре без хотя бы одного фаната которого как правило в компании не любят потому что он искренне считает что его рабочее место и офис находятся в офисе клиента а не в родной компании он зачем-то никогда не называет клиента идиотом когда тот ведет себя по идиотски он всегда говорит ну наверное у него есть для этого какие-то основания мы просто пока их не понимаем и этот человек который заинтересован в удовлетворении потребностей клиента чем в собственном функционале таких людей не любят и требуется воля чтобы жить таким человеком в компании где таких не любят и требуется воля чтобы таких стало больше и если мы начали какие-то изменения они невозможны за один день это точно волевое усилие когда все будут говорить что это ну нет в этом никакого смысла здравого тем более это всегда эволюция бизнес-процессов и культура внутреннего партнерства когда Клаус Кобьел к своей консьержке относится вот так вот и эволюция бизнес-процессов вы знаете о том что по-моему буквально месяц назад был поставлен новый рекорд пидстопа ну вот колеса меняют на формуле 1 ну видели вот эти шикарные вещи поставили рекорд 1,8 представляете 21,22 он поехал вот приехал 21,22 он поехал колеса поменяли стекло платерли все нормально эта технология которая официально в Википедии состоит из 28 пунктов как можно за 1 секунду 8,10 успеть сделать 28 пунктов а там есть забавный пункт по-моему 16 один из людей держит перед лицом пилота болида доску на которой написано жми на тормоз ну потому что эти люди с трудом останавливаются и вообще он там да если вот четко не предупреждать перед глазами ну как это как орел да вот одели на глаза чтобы он не взял жми на тормоз а потом табличка меняется их две вот так вот жми на тормоз жми на газ ну там 16 пункт 28 американская наверное последняя история если будут вопросы я с удовольствием потом отвечу американская больница не знаю как это там называется общественное в общем больница где они богатые а вот американцы иногда их привозят иногда от них пахнет часто всего они ночью пьяные вот больница которая обслуживает всех проводя аудит в этой больнице вы считали что 38 процентов пациентов мы теряем в приемном покое ну кто был хотя бы раз в приемном покое в Санкт-Петербурге знает как это происходит не очень сложно потеряться а это чудовищно они пригласили команду пидстопа которая поработала с командой с медперсоналом приемного покоя две недели работали они им рассказывали философию и практику пидстопа как они дошли там до двух секунд вот зачем вот эти таблички а что делает этот странный дядька ну там же даже мусора не видно да а он все равно притирает там что-то перед колесиком да вот эти странные вещи они две недели им рассказывали про это потом был консалтинговый проект и технология пидстопа была внедрена вот в этой больнице следующий аудит показал снижение потери пациентов в приемном покое от 38 до 8 ну наверное это доля Бога все что зависело от людей они сделали вот в принципе все как но я не знаю как это не было